Добрый день, дорогие друзья! Программа «Дачная жизнь» продолжает знакомить вас с такой эксклюзивной ягодой, как ежевика. Сегодня мы в гостях снова у Якима Вячеслава Валентиновича, который нам расскажет про некоторые сорта ежевики. Здравствуй, Вячеслав Валентинович! Здравствуй, Валентинович! Ну, пожалуйста, вам слово. Ну, вот это вот самый распространенный из бесшипных сортов, сорт Торнфри. Он только начинает свое полудношение, то есть конец июля появляются как бы первые ягоды, то есть первые сборы. Вот, и для него это такой типичный срок, то есть он потом будет отдавать ягоду весь август, и в некоторые годы иногда там захватывают неделю, там полторы сентября, в зависимости от того, какой лет. Это самый распространенный урожайный сорт, с неплохим качеством, хотя сейчас появляются и сорта более сладкие, но этот сорт как бы наиболее популярен, то есть популярен по параметрам, так сказать, цена, качество, возможность приобрести. Вот, дает очень высокий урожай, то есть до 20 и выше килограмм с куста при правильной агротехнике. Этим же сортом в основном заложены сейчас и европейские, так сказать, промышленные плантации, которые выращивают ягоды на переработку для розничного рынка. Хотя многие сейчас уже попробуют другое, иногда говорят, что тормфри немножечко кисловат. Вот, то есть есть определенная доля справедливости в этих словах, но вызревший тормфри, он, в общем-то, неплохой вкус, там кисло-сладкий. Вот, то есть он вполне конкурентен, то есть он с рынка не ушел, еще долго будет на рынке, потому что сорты достаточно выносливые при укрытии, то есть есть более сладкие сорта, но у них морозоустойчивость пониже. То есть для беспроблемного, так сказать, выращивания, то есть в любительском саду, он вполне подходящий и хороший. Ну, самое главное, что мы должны отметить, то есть этот сорт относится к позднелетним, да, то есть вот уже начало августа, да, и вот он только начинает созревать, этот сорт. Ну, это вот ты сейчас тянешь, она как бы не отрывается, то есть это как раз степень зрелости, то есть неподходящая. Вот эта вот верхняя может быть чуть-чуть зрелее, то есть она может быть отойдет. В сравнении со всеми другими ягодами, которые мы уже показывали, тоже достаточно крупная. Ну, это еще не крупная, это то есть как бы начало налива, то есть средняя степень зрелости. Вообще она бывает порядка 9 грамм, иногда даже до 10. Как она мнется, не мнется, расскажите про транспортабельность? Это в зависимости от степени зрелости. То есть в средней степени зрелости она транспортабельна, очень транспортабельна. Кисло-сладкий вкус, недозревшая, она вообще жесткая, но кислая. Перезревшая, она как бы это самое, она становится излишне мягкой. Ну, обычно собирают в средней степени, чтобы было, так сказать, качество, жесткость и возможность перевозить ее на определенные расстояния. А то, что как бы перезревает, это в основном идет на вины с интересным букетом таким пряным, на стол для личного употребления. То есть буквально с куста в рот, то есть перезревшая ягода. Она сладкая, то есть до кислоты вообще уходит. Да, я попробовал, она не такая уж и кислая, как вы говорили до этого, если мы даже вот сравнивали. Конечно, лахтей, он немножко послаще, но здесь тоже достаточно много сахаров. Перейдем к следующему сорту. Да. Следующий сорт у нас? Следующий сорт гай. Вот сорт гай, про него мы уже в одной из передач рассказывали, но мы показывали эту ягодку, когда она только-только начинала созревать. Да, то есть это интересный польский сорт, то есть можно убедиться, что ягода крупная, то есть кисти многоягодные, ягода вот сейчас уже вызревшая, она сладкая. То есть интересный и интересный крупный сорт со сладкой ягодой, приморослой. Побеги у него не длинные, то есть порядка трех метров, обычно больше не бывает. Вот здесь вот вовремя не пригнули, вот видно, вылез побег. То есть достаточно мощный урожайный сорт. То есть многие не любят длинные побеги, то есть вот для людей, кому важна, так сказать, компактность куста, неплохая урожайность. То есть из-за более коротких побегов он урожай дает немножко меньше, чем торнфри, но вполне, так сказать, товарный, урожайный, то есть достойный сорт. Со сладкой ягодой, то есть это один из самых современных сортов, то есть порядка там конца девяностых, начала двухтысячных годов. Я сейчас попробовал ягоду, но ягода немного слаще, чем у торнфри. Да, ягода у него слаще, чем у торнфри, то есть это как бы одна серия, то есть полар, гай, урожай, то есть сладкие сорта, селекция Яна Данека, то есть польского селекционера. То есть тут он, для него основные задачи было качество, компактность куста, потому что поляки не укрывают. Ну, то есть я считаю, что он свою задачу, то есть выполнил, то есть создал компактный куст со сладкой ягодой товарной и ягодой достаточно много. И хотелось бы еще отметить, по продолжительности созревания этой ягоды, то есть очень пролонгировано, да? То есть мы снимали, в прошлый раз она только начинала, уже целый месяц, и она до сих пор отдает урожай, и еще вот есть ягоды, которые еще не созрели. Ну, это запоздавшее как бы цветение, то есть такие вещи, они бывают, в общем-то, на всех сортах. Ну, продолжительный срок у него, где-то там порядка трех с половиной, четырех недель. Вот сорт, будем говорить, среднего срока созревания, то есть раньше, чем торнфри, то есть гай отходит, торнфри начинается. То есть, как бы, для людей, у кого там, где достаточно суровые, так сказать, холодные места, то есть более ранний сорт, это важно. То есть многие ищут замену торнфри, потому что у людей, у некоторых, не успевает он полностью вызреть, и в сентябре часть ягоды попадает под заморозки. То есть это хорошая альтернатива, то есть более ранний. Если мы сравним, для нас это очень важно, по количеству урожая, вот торнфри, вы сказали, 20 примерно килограмм с одного куста, а гай? Ну, вот смотрите, тут как бы урожай напрямую связан с количеством почек. Если у торнфри побеги шестиметровые, то у этого трехметровые, то есть количество цветковых почек, соответственно, в два раза меньше. То есть если я с торнфри там могу собрать 20, а некоторые собирают и 30 килограмм, то у гай, ну, соответственно, будет в два раза меньше, но урожайность достигается за счет более плотной посадки, кусты, так сказать, более компактные, можно сажать поплотнее. То есть главная особенность этого сорта, сорта гай, что у него очень компактные кусты. Компактные кусты ранее, достаточный ранний срок созревания, то есть раньше, чем торнфри, хотя он относится к среднему по сроку. Для того, чтобы иметь ежегодно вот эту вот чудесную ягоду, то есть ее нужно укрывать, то есть все сорта ежевики, что колючие, что бесшипные, укрывные, и гай не исключение. То есть сорт требует укрытия. Самое главное, очень хорошее укрытие, да? Да, это залог урожая на ежевике. Дорогие друзья, я представляю вам главную помощницу этого участка, это Алиса. Алиса, расскажи, а что ты делаешь на даче? Поливаю цветы. Поливаешь цветы и все? Помогаю бабушке собирать клубнику. Так, а еще что? Еще я дедушке помогаю собирать ежевику. Огурцы мы с дедой ходим собирать. А какая самая твоя любимая ягода? Какой сорт твой любимый из ежевики? Полар. Полар. А почему он твой самый любимый? Потому что он крупный и сладкий. Ну и какой совет ты можешь дать нашим телезрителям по ягоде ежевика? Я советую всем попробовать эту ежевику. Алис, похвались сегодняшним урожаем, который ты собрала. Покажи нам, какую ягодку ты собрала. Вот какая крупная ягода. Это твой любимый сорт, да, ежевики? Это полар. Ну, молодец. Очень красивая ягода. Ну, попробуй и скажешь, как по вкусу она тебе. Вот самая главная помощница и самый главный дегустатор. Вкусная и сладкая ягода? Ну, молодец. Спасибо большое, Алиса. Спасибо большое, Вячеслав Валентинович. До новых встреч. Удачи. Дорогие друзья, а на этом я прощаюсь с вами. До следующей передачи. Удачи. До встречи на даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова